Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале и для вас я снимаю ваш торопрогноз на неделю. Смотрим, анализируем период с 7 по 13 февраля 2022 года. В работе у нас сегодня будет Эми Таро, а также Оракул Мудрости. Эти инструменты будем с вами использовать для работы. Поэтому настраивайтесь, пожалуйста, на расклад. Если нужно, помедитируйте, закройте глаза, кому-то так легче идет информация, либо, возможно, ваш ментальный посыл дойдет и карты ответят на ваш вопрос. Так, позитив недели, негатив недели, совет от карт. Что у вас здесь? Восьмерка кубков, умеренность и солнце. Сейчас уточню восьмерку кубков, о чем конкретно. Шикарная неделя, в особенности для мужчин. Почему? Потому что это, знаете, как уходить по-английски не прощаясь, оставить прошлое за спиной. Это обрести покой, новый социальный статус, уверенность, комфорт. У кого-то планирование отдыха и отдых как таковой. Выздоровление, исцеление, стабильность. Но здесь прекрасные карты. У вас даже дно колоды, обратите внимание, аркан звезда. Поэтому, чего здесь еще желать? Карты более чем замечательные. Если меня смотрит женщина, это, допустим, уходить от отношений, которые вас разрушали, обретать стабильность и здесь как уверенность, повышение самооценки, уровня внутренних вибраций. Если эти арканы рассматривать с точки зрения личной жизни и на текущем этапе вы свободны, то здесь смотрите под узу жезлов новое знакомство, новое начало, новые возможности, новые отношения. Причем отношения, которые будут приносить радость, комфорт, удовлетворение, а самое главное – спокойствие. Если ситуацию мы будем смотреть для тех, кто у нас находится в любовных треугольниках, то здесь, знаете, как вдохнуть новую жизнь, новое начало. Чем ознаменуется? Либо вы определитесь с выбором и будете уходить из тех отношений, которые вас отягощают, и строить стабильную связь, или же у вас вообще, может быть, абсолютно новое знакомство, которое вам подарит новый шанс, внесет ясность в вашу жизнь, покажет новые горизонты. Карты здесь прекрасные. Для тех, кто находится в стабильных союзах, в стабильном партнерстве, у вас по семерке жезлов – это как добиться цели, дожать цель, отстоять свои права, цели, задачи, ну, как, знаете, за дел, которому вы стремитесь. Обозначить личные границы, совместными усилиями достичь какого-либо результата. Знаете, как право на место под солнцем, выбрать отдых. Кстати, здесь семерка жезлов – это когда вы завершаете уже какой-то перечень дел и готовитесь к отдыху, поездке, путешествию и восстановлению. Если эти арканы смотреть с точки зрения работы и заработка, и на текущем этапе вы не работаете, то здесь по шестерке Пентакли получать плановые социальные выплаты и в совокупности в связке арканов. Здесь еще по императору – это как дотации помощь от вашего партнера, сына, супруга, отца. У каждого по-разному. То есть здесь финансовое положение стабильное. Если вы в статусе соискателя, прям карта вышла сама, давайте посмотрим, то здесь за счет связей трудоустроиться. Кто-то вам поможет с обретением работы. Шестерка кубков – карта ваших друзей, вашего окружения, ваших родственников, знакомых, которые поспособствуют, знаете, как обрести место под солнцем, как показывают карты. Если вы наемный сотрудник, по дураку. Новая должность или в совокупности связки карт отпуск. Давайте уточним этот аркан. Смотрите, у вас здесь ложится двойка жезлов. Итак, это как часть недели, как показывают эти арканы. Вы можете провести в работе, а уже с конца недели готовиться к отпуску, к отдыху, восстановлению. И еще, имея текущую работу, как получить дополнительную работу, подработку, хобби, которое вы можете монетизировать. То есть здесь такая загруженность по полной, но тем не менее для вас продуктивная, активная, и та, которая приносит радость и стабильность. Если у вас свой собственный бизнес, то двойка мечей, так как пока от него отстраниться, абстрагироваться, потому что, еще раз скажу, карты здесь указывают на восстановление, на отдых, реабилитацию. То есть у кого-то даже может быть больничный, но уже ситуация, которая говорит о вашем выздоровлении и улучшении состояния здоровья. Если смотрим состояние здоровья в целом, еще здесь идет речь о вопросах, связанных с кровотоком, лимфотоком, особенно если у кого-то варикоз. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Кстати, у кого-то еще по связке карт, это идет как обращение к флебологу за счет лазерной коррекции, то есть удалять венозную сетку, еще какие-то моменты, то есть как пролечивать эту ситуацию. Что в негативе? Тройка пентаклей, паш пентаклей, пятерка кубков. Сокрушаться. Сокрушаться относительно чего? Если вы ищете работу и знаете, как вас воспримут в коллективе, как вы адаптируетесь, потянете ли вы, действительно ли это ваше. Если вы еще не определились с выбором, то это куда себя подать, будет ли это востребованным, будет ли вам это нравиться, потому что все, что вы сейчас не смотрите, вы себя как бы не видите в будущем, в этойнейшей, в этом направлении. У кого-то сокрушаться относительно того, что вы финансово зависимы, то есть в статусе содержанки, альфонсо. То есть у каждого здесь по-разному. И еще это как беспокойство о ваших детях, об их трудоустройстве, их результатах, их ресурсах. Совет. Аркан суд. Суд у нас всегда говорит за возрождение, восстановление, поэтому воспрять духом, восстановиться энергетически по состоянию здоровья. Далее суд это поездка на родину, поездка к близким, уделять внимание близким, общаться. Это в принципе восстановление отношений, дружеских, личных, деловых, примирение, восстановление. И суд это своего рода, знаете, как труба зовет, новая стезя. То есть насти себя, свой цикл, свое направление. У кого-то даже, знаете, как заблаговременно, если вы собирались написать завещание, дарственные, еще какие-то вещи. То есть решить юридические вопросы, которые будут связаны с вашей семьей, с вашим родом. То есть как задел на будущее, когда вы что-то записываете, переписываете, кому-то оставляете. Ну а в целом карта говорит о восстановлении. Восстановись, возродись, в том числе отдохни. Причем суд еще очень часто может указывать, не то чтобы возврат, посещение тех мест, где вы были ранены. Например, когда вы ранее отдыхали в каком-то месте. То есть восстановление сил. Что у нас здесь? А у нас здесь аналогичная ситуация, потому что аркан, который вам вложится, он как раз и указывает на вот этот вот прилив энергии, молодости, сил. Аркан призывает вас обернуть внимание вглубь себя. Возреть в себе терпение, силы, заняться вопросами самопознания, развивать самосознание, то есть прислушаться к себе. У вас очень сильно развито это качество. Вы же скорпионы. Вода, ваша стихия, то, что с родней интуиции, эмоциями, ясновидения, яснознания, яснослышание. То есть информация сама приходит тогда, когда вы ее запрашиваете. Поэтому в течение этой недели не пренебрегайте вещами с нами, знаками, указаниями, направлениями, советами. Давайте назову так. Внутренним я или голосом слышу, потому что вам действительно дадут нужную информацию, которая вам позволит по-другому посмотреть на свою жизнь и качественно что-то в ней изменить. Поэтому пусть у вас так и будет. Ну что, так и сделаем. Отдыха вам, спокойствия, восстановления сил, стабильности, реализации всего того, к чему вы стремитесь. Поэтому заряжайтесь, подпитывайтесь, готовьтесь к весне, к обновлению. И, как говорится, знаете, как батарейка. Соберите все силы, аккумулируйте их, для того, чтобы с марта месяца вы начинали активно новую жизнь. Я вам искренне, от всей души этого желаю. Вот таким у вас выходит расклад на эту семидневку. Надеюсь, данная информация для вас будет полезной. Это играется исключительно в положительном ключе для тех же, для кого актуальны индивидуальные консультации или обучения на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас искренне благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.